язык промтов в принципе можно любой другой язык скачать но тот который выбить и выберите основным он у вас будет как бы по умолчанию меня далее у вас будет выбор получить fkdn от 3 sex если ключ пока что привязан до никакому fkdn пожалуйста выбирайте ваш новый fkdn выбирается домена имя сам суффикс и приступайте к установке далее будет длина цифр именно внутренних номеров мы об этом повторяли что выбрав одну из длину номера далее изменить ее будет нельзя из этого нужно будет убедиться если ваша система изменяться так сказать расти до выбирайте максимальное число цифр чтобы не столкнуться с проблемой полностью переустанавливать систему из нуля говоря про провайдеров для которых созданы шаблон получается их у нас несколько это и блузь amazon всем знакомы лайтс лайтс также от amazon сервиса google cloud macrosoft ажур ович сервис и если у вас есть другой провайдер который для которого пока что шаблона нету вы можете его использовать главное чтобы данный провайдер поддерживал openstack api версии 2 и выше и конечно же именно через этот api вы вручную до ведете всю нужную информацию которую запросит система выбрав нужно вам провайдер вам нужно будет далее в зависимости конечно же от каждого провайдера будет изменен шаблон где вы выберете регион тип сервера характеристики вот так далее вот в примере то что увидите здесь на экране это большая вероятность что был выбран google cloud и выбираете регион железо самой машины после того как вы выберете всю информацию все что оказалось мастер установки начнет генерировать создавать вашу систему а в принципе вот столько шагов дабы ничего больше как только все создаться на экране появится ссылочка на вход вашу админку будет логин и сгенерирован для вас пароль до пароль будет комплексный конечно же в любой момент вы можете зайти в консоли изменить его сам вручную также будет указан внешний ip адрес определен и вся эта информация будет отправлена вам на почту всегда вы можете ее зайти вытащить с почты после того как успешно все закончится получите электронное письмо в ней будет ссылочка на вход в консоль управления где вы уже сможете зайти и изменить настройки начать с установкой самой системы да если что-то еще нужно дальше установить кстати говоря про хостинга 3cx вы можете момент когда вы выбираете устанавливаете систему хостинге 3cx по умолчанию все инстанции будут включать себя control instance manager экземпляр установки вашей где вы сможете манеджер экземпляров да где вы сможете через консоль в среде customers 3cx точка ком в вашем личном кабинете уже мониторить ресурсы вашего сервера здесь в этом портале получается вы увидите информацию по cpu по использованию жить диска оперативной памяти и у вас будет пока что основные настройки для перезапуска сервисов вы можете увидеть если какой-то сервис а если что-то пошло не так перезапустить сервис еще на момент получается если в вашем случае не используется инстанции от 3cx имею ввиду на наших серверах да нам нужно будет именно данную настройку включить включить вручную чтобы все у вас заработало как это делается вы заходите в параметры от и в параметрах от с у вас будет меню для менеджеров менеджер экземпляторов 3cx имейте ввиду что данная фича присутствует только на системах ос на системах ос debian получается если в вашем случае используется windows система эта фича будет недоступна с вашего портала чтобы вы могли давать доступ перезагружать сервисы только для linux системы ос ats 3cx позволит вам зарегистрировать вашему инстанции менеджер чтобы данная фича также присутствовала вы должны убедиться что нет у вас настройки отказа устойчивости получается если есть отказа устойчивость данное меню присутствовать в от с не будет и также настройка в режиме хостинга режим хостинга получается вы можете да как администратор если разворачивать систему в облаках на ваших облаках автомизировать это все и далее давать вступ именно в консоль управления вашим пользователем так что если используется режим хостинга тогда доступ в эту настройку также будет недоступен самый главный момент если вы получается не используете может какой-то облачный сервис а установили вашу от с на linux именно на ваш сервер который находится в вашей сети в вашем офисе локальном и вы хотите подключить его к именно к вашему порталу через инстанции менеджер вы должны убедиться что исходящие исходящее соединение на порты 45 05 45 06 или 443 по https у вас производилась так как именно эти порты будут использоваться для мониторинга получается от с периодически будет отправлять определенную информацию до на эти порты именно на erp 3 секс далее здесь у вас будет возможность выбрать уровни входа получается ему перку первую очередь конечно же вы должны включить данную настройку разрешить удаленное управление это тс и два уровня вы ведете да какое управление будет присутствовать доступ к системным операциям например перезапуск сервисов или же доступ к данным пользователя да где вы можете уже мониторить можно колоссовую почту до историю звонков и так далее хотелось бы здесь добавить что по функции которые доступны до со временем они будут расширяться что очень полезные функции так вот выглядит ваше ваше меню через консоль управления в customer портале в разделе instances вы если зайдете в instance вы можете увидеть все инстанции которые подключены к вашему аккаунту и в принципе через них вы можете мониторить вашу оперативную память перезапускать сервисы и все меню которые будут доступны хотелось бы это все продемонстрировать и развернуть отец в одном из из облаков google коллеги пожалуйста если есть вопросы по теории давайте денис спасибо за вопрос восстановить систему можно восстановить систему можно на любых системах если если будет необходимость переехать с linux на windows да это можно будет также сделать с windows она linux или с linux она windows без проблем давайте по восстановку по именно по восстановке мы поговорим следующая презентация да вот именно как это закончится у нас будет следующая презентация там уже детально все эти вопросы обсудим пока что то что касается клауда и установки в облаке от с через customer портал отлично сейчас я поделюсь с вами экраном тогда одну минутку на прошлой неделе да когда мы создали в ключ мы показали что есть у вас customer пор портал в котором именно будут оборужаться вас ключ который можно будет пройти сертификацию здесь если вы зайдете именно выберите ваш ключ здесь будет видна информация ключа и каком fkdn данный ключ у нас привязан прошлый раз мы у нас он был привязан к вебинар 2001 марч мы выбрали fkdn3sex.com.sy да и был указан ip адрес так как я установил его на локальном сервере давайте я в этот раз сделаю релиз fkdn чтобы он не был привязан наш ключ никакому домену и мы его получим в реальном времени выбрав новый домен так диплой вернемся subscriptions посмотрим какое у нас есть здесь меню и одно из меню если нажмете на more вы видите развернуть self-hosting или migration support в моем случае я буду использовать self-hosting и мастер установки у нас спросит выберите страну выберите временную зону и язык давайте мы выберем русский язык выберем временную зону в принципе пусть так у нас все будет по умолчанию нажимаем далее а теперь выберем новый fkdn секс вебинар в этом раз мы выберем другой домен смай 3 sex.ru нажмем далее wizard у нас просто просит длину внутреннего номера для теста я выберу 3 и вот теперь момент когда вы должны выбрать один из провайдеров как мы уже горели у вас несколько провайдеров google of each aws light cell от амазона azure или же другой любой провайдер главное что был open stack api версии 2 и выше моем случае буду использовать google давайте мы нажмем далее и теперь в окне у меня появится момент где мне нужно будет зайти и выбрать мой аккаунт буду использовать мой рабочий mail выбирается проект вся эта информация уже подключена google select the project далее выбирается регион и зависимость от региона здесь конечно же уже нужно google и смотреть на допустим вас google cloud а геолокации посмотрим где находится какой сервер получаться для соединенных для америке вот у вас есть us west 1 us west 2 это лос анджелес и так далее по европе у нас есть сервера europe west 2 belgium west 1 never last west 2 ну наверное самый близкий в нашем случае будет europe west 3 давайте мы его и выберем europe west 3 и оставлю по минимуму касаемо ресурсов и оперативной памяти micro и network выберу по умолчанию далее нужно будет прочитать согласиться с лицензия нашей с процедурами и в принципе все все что нужно было вам заполнить до для нового для новой установки на заднем плане у нас сейчас создается инстанс на google сервере в облаке в принципе можно сделать кофе их подождать пока все установлено занимает около 10 минут тогда быстрее в принципе все это в реальном времени мы сейчас посмотрим коллеги пожалуйста вопросы под то что мы сейчас показали сколько степов было у нас до 5-6 шагов в принципе мы уже наблюдаем мастер установки на случай если вы хотите развернуть от с вашим может облаке вручную имею ввиду через командную строку команды я скидал прошлый раз в гайде да в пиде файле там были основные команды по установке тресек системы также как вручную можно было и удалять если кто-то не получал пожалуйста в чате напишите я я бы вам выслал денис спасибо за вопрос для других провайдеров схожей саги вы имеете ввиду для провайдера которые поддерживаются да нами или для кого провайдера для вот шаблон то что было скажем от aws да или там овх правильно я вас понимаю неподдержимых провайдеров но неподдержимый провайдер иметь ввиду что если нет шаблона тогда там у вас будет процедура заполнением именно этого api там не так уж все проще будет потому что здесь у вас все было в шаблоне прописаны все эти скрипты какой имидж выбрать как установить какие сервисы разверну да вот это все ребята все сделали если же нет этого тогда вам придется вручную вот в принципе xml в помощь то что я вам высылал а если говорить про ручную установку на тогда в принципе там полностью все настраивайте вручную устанавливайте имидж сами и установку от с что именно будет схоже с локальной установкой имеете ввиду установка на линук системе один из извиняюсь я не понял ваш вопрос если можете пожалуйста подробнее напишите так у нас все готово система установилась давайте мы проверим почту на почту нам должно было все это отправиться плюс до отца информация доступна по ссылке да мы видим что есть пароль у нас и есть логин эти мы ведем админ и роль как мы видим все сработало нужно посмотреть что система так активировалась сделаем рефреш все у нас активировалась в принципе все готово для установки для настройки я бы подкорректировал до настройки системы обновите шаблоны которые у вас имеются здесь в принципе она все есть уже можете приступить к установке если кому-то нужно поменять пароль куда нужно зайти в параметры безопасность учетные данные администратора пожалуйста здесь изменяется логин и пароль пользователя та же информация также отправляется вам на почту уже создается для вас локальный номер администратора 100 да где вы можете зарегистрировать ваших клиентов денис смотрите когда а вы выбираете другого провайдера именно через open API у вас немножко мастер установки будет другой вам нужно будет посмотреть и разобраться с другими настройками ну а в принципе именно этот же браузер установка да через сам браузер она должна быть похожей с вашей стороны как только вы настроить именно тот шаблон для вас это все что мы говорили про веб в локальной же среде вы разворачиваете как вы скачиваете айсу имидж и устанавливаете его вручную если же вам нужно установить на это локальный компьютер в лак вашей среде если же это windows вы скачиваете экси файл и развертываете его просто же далее я вот ссылочку то что высылал и плое 3 sex and provisioning settings который у вас есть с этап xml вот здесь просто с этим xml вы можете подробно описать установку да как настраивать ваш каждый инстанц где какие параметры указываются на именно в excel файле что вы могли через один deployment все это установить и развернуть даже не имея бака по так сказать да все вы можете это устроить вашем файле если это новая установка да вам нужно ее развернуть там с примерами все у вас расписано ну в принципе по облаку все цель именно этого это демонстрацию как установить через готовые шаблоны то что есть отец в облаке ничего страшного можете печатать латиницей будем разбираться вещи вам проще на английском языке да пожалуйста не вопрос коллеги еще вопросы есть можно будет дальше уже к следующей презентации по бэкапу принципе здесь консоль уже два знакома да уже видели мы же развертывали один раз резервная копия да и восстановление тест одна из функций в отец это создавать бэкап и бэкап будет находиться в одном zip файле получается как только вы создадите бэкап через консоль управления он у вас будет в одном zip файле когда нужно будет и для чего создавать бэкап и как их использовать один из основных моментов это вам нужно будет изменить ваш сервер вот скажем или сделать апгрейд железа да или же перенести с одной операционной системы на другую допустим вы хотите с windows а поменять сервер на линуксе меньше ресурсов требуется на линук сюда так как нет интерфейса именно для дебиан системы которые поддерживаются в нашем числе вы хотите развернуть ее на линуксе пожалуйста здесь нужно будет получаться создать вам бэкап и далее уже его развернуть еще один момент когда выходят новые версии скажем если вы находитесь на версии 16 в вашем случае операционная система windows и выйдет версия 18 вам придется создать резервную копию системы удалить старую от скачать новую с мастер установки и установить это именно для windows системы в линуксе немножко здесь проще можно быть через командную строку систему обновить да на любую доступную с windows амжи не так и приходится переустанавливать и даже в этом случае нужно будет сдать бэкап текущей установки и далее восстановить его на другую систему может вы хотите перенести с локального сервера на облако до вашу от с также создается бэкап ну и конечно же если будет использоваться отказ устойчивость вам нужно будет как-то всю эту информацию синхронизировать и периодически выставлять на систему до для этого также вам нужно будет использовать эти настройки когда вы создаете резервное копирование в консоли управления будет возможность шифровать именно ваш бэкап здесь вы укажете пароль шифрование имейте ввиду что если вы забыли пароль здесь никто вам стрессе x помочь восстановить его не сможет и вся информация получается которая будет находиться внутри вашего z файла все файлы будут зашифрованы каждый индивидуально резервное копирование вы можете создавать в любой момент получается вы можете зайти в ручную указать создать резервную копию зададите название выберите что именно нужно будет включить в эту резервную копию и создать вы также можете это все автоматизировать чтобы система производила копию в определенные часы допустим да может не в рабочее время чтобы все это у вас не нагружала систему и помещала все это в один файл пару слов какая информация будет содержать содержаться в резервной копии из основной информации да это конечно же все ваши системные настройки это системные добавочные номера стандартные добавочные номера которые вы создали для пользователей все настройки которые будут касаться ваших вайп операторов шлюзов системные аудио сообщения которые вы может записали сами загрузили на сервер далее аудио файлы которые скажем присутствуют в ваших чередях ваших ivr системах для каждого пользователя отдельно в его голосовой почте также вы можете выборочно включать fqdn и лицензию чтобы она также присутствовала именно в этом бокапе настройки вашего хоста включаться в бокап не будут получается сип порт который вы указали в момент установки https порт для входа в консоль управления внешние порты для ртп они вот не входят именно в бокап если вы создали бокап и вам нужно восстановить в новом мастере установки вам всегда он предложит указать новые порты именно для сип для туннеля для портов получается если вы изменили ваш порт который был 50 60 для сип на какой-то другой порт имейте ввиду эта информация не сохраняется или возможно вручную подправляли ртп порты на сервере да так вот по умолчанию порты будут использоваться 9000 и до 10999 если есть необходимость это все ручную нужно уже далее будет отправлять как мы уже сказали по умолчанию бокап будет содержать системных пользователей транки правила все аудиофайлы чаты сообщений между системами до записи звонков это будет уже выборочно а вы можете выбрать системе записи разговоров голосовую почту шаблоны телефонов их же логотипы это нужно будет выбирать резервная копия по умолчанию будет находиться на локальном жестком диске где у вас развернуто т.с. и путь его вот будет находиться если это windows система программ data 3 sex instance 1 дейта и бакапс если же linux тогда вам вместо drive си и программ дейта вам нужно будет выбрать var далее директория лип и то же самое просто будет изменена от 3 sex на 3 sex пбк с маленькими буквами из последующий путь такой же самый instance 1 дейта и бакапс вы так и выбрать другой путь для помещения бакапов это может быть у вас ftp сервер также как sftp главное чтобы настройка была указана на вашем sftp сервере мы поддержим также smb сервера и google bucket раньше поддерживался google drive после поддерживается google bucket для каждой настройки будет гайд для google bucket если выберите у нас будет гайд на сайте как это все настроить пошагово касаемо google bucket вы можете увидеть как его настраивать и еще один момент да получается когда отец будет создавать резервную копию отправлять его на один указанный из серверов скажем если это не локально да на тот же ftp sftp smb google bucket что будет происходить отец создаст backup поместит его во временную папку как temporary folder и далее начнет передача получается у вас да на сервере будет находиться эта копия и после успешной транзакции данная копия будет удалена и да из вашего temporary folder так что вы всегда должны иметь ввиду касаемо места на вашем диске так как многие пользу ли 3 sex из личного опыта я видел что до помещают в backup не только конфигурации конфигурацию отец а также и файлы аудиофайлы что не всегда практично так как сам объем файла начинает расти и может занять некоторое время для передачи со сервера тест на ваш удаленный сервер конечно же практике сейчас поговорим что не рекомендуем именно помещать все в этот файл и как что для вас предусмотрено это помещать ваши записи скажем разговорах на отдельный сервер архивации касаемо записи в разговора вы можете их помещать именно вашу и их архивировать так записи вызов не обязательно включать резервную копию вместо использования функции для архивирования касса архивации здесь тоже вы выберете именно архивации звонков вы выберете нужную путь где он будет находиться это может быть ftp сервер sftp smb и тот же google bucket и вы конечно же можете включить периодическое архивирование чтоб раз в день может раз в неделю это все у вас происходило как это будет работать получается ats будет отправлять вашу запись разговора на удаленный сервер далее локально этот файл аудио будет удаляться и в базе данных будет находиться именно ссылка для скачивания этого файла с удаленного сервера получается на сервере вы увидите просто разницу ваших для разговоров будет просто ссылка что данная запись архивирована у вас и вы будете знать что она находится локально и когда вы восстановите скажем в резервную копию на другой сервер на вашем вапе не будет находиться физически сам файл а просто ссылочка на него конечно же это сокращает именно объем самого файла резервирование можно автомизировать как это делать вы зайдете в консоль управления резервирование и план резервного копирования здесь вы укажете как часто это будет происходить его расписание ежедневно или же или же недельно если же ежедневно выбирается время еженедельно выбирается день недели также да и время и выбирается количество резервных копий получается по умолчанию мы видим у нас здесь 5 копий скажем если вы выберете три получаться у вас первые три дня будет уникальная копия в первый день у вас будет первая копия во второй день вторая копия в третий день третья копия в четвертый день что произойдет а т.с. удалит старую вашу копию и создаст новую четвертую копию получается у вас всегда будет четыре копии которые автоматизировались и находились в системе конечно же в любой момент времени вы можете создать вручную копию АТС Пропустил вопрос, настройки СИП-транк будут содержаться в бокапе? Да, конечно, настройка СИП-транка будет содержаться в бокапе, так как СИП-транк будет системный номер в этом случае, как же и AVR, и все это будет находиться в вашем бокапе. Получается, у вас даже не будет выбора, включить или выключить СИП-транки. В нашем случае это системный номер АТС. Резервная копия также может быть создана через командную строку. Команды для резервной копии через командную строку будут доступны как для Windows, так и для Linux систем. Кто-то может спросить, ну а для чего нужно создавать через командную строку бокапы, если есть интерфейс, удобно. И в принципе в интерфейсе можно это автоматизировать. Бывают случаи, я встречался тоже лично, когда резервная копия не была включена и столкнулись с проблемой. Система отказали сервисы или вышла из строя, неправильно была перезагружена. И как результат не все сервисы запускались и систему приходилось переустановить. Но так как не хотелось терять и все это заново делать, через командную строку можно будет создать бокап. Главное, чтобы был включен сервис базы данных. А если сервис базы данных у вас запущены, базы данных 3CX именно, командная строка и команда, которую вы запустите, позволит вам это сделать. В гайде, который предоставлен, здесь детально описано, как через командную строку вы можете создать бокап. Указанный value расписаны с примерами для вас, так что да, можете создавать. Если кто-то хочет создавать через командную строку бокап и может помещать их в Chrome Jobs, если это Linux, или же делать это через Windows автоматизацию на уровне OS, пожалуйста, создавайте и запускайте файлы, чтобы у вас создавался бокап. В принципе, бокап и настройки мы указали. Пожалуйста, вопросы. Я бы хотел открыть тоже консоль и пройтись по двум настройкам, о которых мы говорили касаемо бокапа. Коллеги, я обновил свой удаленный экран. Надеюсь, картинка видна. Давайте мы посмотрим, где находятся бокапы и как их включать. Заходим в резервирование и в консоли управления у вас появятся бокапы, которые мы создали. Если вы нажмете в расположение, будет указан жесткий диск, где будет находиться сам файл. Давайте я открою, так как в моем случае Linux система, я открою сам Linux и мы посмотрим, что именно здесь будет находиться ваш файл. varlib.3cx.pbx.instance.1.data. И далее у нас есть вот такая настройка, такая директория, называется backups. Прошу вас ее не путать с бокапом логов ATS. Есть у нас бокап системы, резервная копия, а еще у нас есть резервная копия логов. Про логи мы еще поговорим. Еще один есть бокап, это логов, это разные директории, не путать их. В нашем случае речь идет про бокап и вот они где у нас находятся. В принципе, два бокапа, которые я создавал. Давайте можем еще один создать новый, резервное копирование. Укажем 3cx.webinar. И выберем, что мы захотим поместить в бокап. Я бы хотел, скажем, поместить информацию о лицензионном ключе и может включить... В принципе, да я ничего бы уж не хотел, только информацию о лицензионном ключе. Нажимаем ОК. Это должно занять у нас считанные секунды и бокап должен создаться. В принципе, все. 20 мегабайт на конфигурацию моей системы. Большинство здесь именно то, что занимает объем, я так предполагаю, что это записи именно моего голосового меню. Пару файлов, которые я там указал, плюс какие-то другие файлы для каждого пользователя. По большому счету, файл может быть, если только конфигурации, без IVR-промтов, он на самом деле очень маленький. По отказоустойчивости, где находится эта информация, план резервного копирования у вас есть. И здесь вы можете включить, как часто будет происходить бекап. Вот здесь также должна быть выбрана информация, касаемо, что будет содержать файл ваш бекап и как часто это будет происходить. Выбирайте ежедневно, еженедельно и количество резервных копий. Если же у вас отказоустойчивость присутствует, тогда я бы хотел еще одну ссылочку вам дать. И в отказоустойчивости, сама идея, вы устанавливаете два сервера, основной и пассивный. Получается, установка идет стандартная, как первая, так и вторая. Обычно сразу устанавливается второй сервер пассивный, а потом основной. Так как в вашем случае будет использоваться один и тот же ключ, потому что ключ привязывается к FKDN. Вы выбрали первую систему, установили, выбрали вторую, установили. И далее вы указали во второй системе, что наша вторая система будет пассивной. Как вы это сделаете? Вот отказоустойчивость. Вы включите сервис, что он у вас резервный. И далее укажете IP-адрес вашего основного сервера. И вы далее укажете, какие сервисы нужно будет мониторить. Скажем, SIP-сервер, веб-сервер, наш HPS и туннель. Вы можете выбрать их все три и указать, что если один выйдет из строя, или же все три. Через 30 секунд включить нашу резервную копию. Когда у вас резервный АТ включена, что происходит? Ваши сервисы, такие как IVR-сервис, SIP-сервер-сервис, очереди, они у вас находятся в режиме ожидания. Они у вас не запущены, они у вас остановлены. Сервис, который будет включен, это будет Nginx-сервис, сервис базы данных, сервис, конечно же, консоли управления. И сервис Notification Manager, так как именно этот сервис будет содержать конфигурацию вашу. Именно с настройками связанную он для этого и предназначен. Все другие сервисы у вас отключены. Допустим, SIP-сервер-сервис будет влиять, конечно же, на работу и регистрацию ваших транков. Вы бы не хотели, чтобы они регистрировались на ваш второй сервер. И сервер будет, в общем, ожидать, как только выйдет один из сервисов из строя, чтобы он восстановился. Важный момент здесь, когда будет создаваться бэкап, почему я об этом все говорю, в резервной копии вы должны убрать информацию касаемо лицензионного ключа. Так как в эту информацию также могут входить и настройки локальных адресов ваших и так далее, регистрации. Если, скажем, у вас все находится в одной и той же сети за одним и тем же внешним IP-адресом, и у вас локальные телефоны, здесь, конечно же, нужно будет выбрать интерфейсы, чтобы посмотрели все на FQDN, и уже создавать DNS-сервер, который у вас это будет маршрутизировать корректно по запускам на корректные адреса. Так вот, бэкап не должен включать лицензию FQDN. И как вы будете восстанавливать, так как вы установите основной сервер, пассивный, и потом вам периодически это нужно восстанавливать. Из этого есть такая настройка в резервировании. У вас есть план резервного копирования, когда вы на основном создаете бэкап, и план восстановления, когда этот бэкап будет восстанавливаться. И как вы обратили уже внимание, что в момент восстановления вы также можете выбирать время. Время, день недели И здесь будет присутствовать Одна из таких настроек Она очень важная Не запускать сервисы после восстановления Получается АТС проверит в это время Если какой-то из сервисов у вас запущен Если у вас доступно новое обновление И сервис у вас запустит его восстановку И после окончания АТС не должна у вас автоматически включиться Так как если она включится Весь трафик может быть перенаправлен именно туда Касаемо ваших транков В общем много чего может произойти Вы должны эту настройку включать Чтобы сервисы не были автоматически включены Получается когда вы включаете резервное копирование Допустим пусть оно у вас будет в полночь Производиться скажем 12 часов Посмотрите сколько может по времени у вас занять Резервное копирование Скажем если это 10 минут Тогда восстановление делайте скажем На 10-15 минут позже Чтобы производилось восстановление Сразу после основной копии Если вы хотите в реальном времени создать копию Пожалуйста делайте это в реальном времени Создавайте резервную копию И просто в восстановлении также укажите После того как вы закончите создание резервной копии На 5 минут позже допустим Чтобы АТС автоматически это сделала для вас И восстановила свежую бэкап В принципе еще я бы хотел добавить еще один момент Давайте я скачаю бэкап который я только что создал И пару слов про бэкап скажем еще Так в бэкапе у вас будет находиться XML файл В принципе это и есть его конфигурация Здесь будут расписаны все добавочные номера Так одну минутку Здесь у вас будет описана получается вся ваша система Так как в моем случае я выбрал FQDN Он также здесь будет указан Так FQDN Обратите внимание будет указан FQDN системы И его сертификат Почему я об этом сейчас говорю Да вот лицензия все что начинается с лицензии FQDN сертификат оно указано здесь Об этом говорю потому что Если вы создали скажем установили АТС Да уже в облаке развернули Для этого ключа выделили скажем FQDN Как в моем случае Paphos 3x И далее у вас была резервная копия Старой вашей АТС Которой вы создали бэкап Но вы забыли что в вашем случае Вы будете ее разворачивать в облаке Возможно будет использоваться другой FQDN Вы поместили этот бэкап на локальный сервер ваш в облаке Или может локально И восстановили эту резервную копию Что произойдет Внутренность вашего сертификата перезапишется И идя по ссылке Paphos.com Paphos3sex.com Возможно сертификат внутри будет совсем И как результат браузер будет ругаться И вы увидите что сертификат будет подписан Именно для другого FQDN Чтобы этого не было Если вы уже создали резервную копию Каким-то образом вы забыли это сделать Что теперь делать У вас уже АТС нету Просто была резервная копия Всегда конечно имейте копию данного файла И просто-напросто удалите Вот эти моменты вашего файла Удалите FQDN и удалите сертификат СМЛ файла Заново его Не удаляйте ничего больше Потому что может быть проблема Далее вы его поместите в тот же zip фолдер И уже сможете его успешно восстановить Другие параметры категорически изменять не стоит Такой workaround Но в случае если такая у вас проблема Скачать, восстановить Вы говорили по записям разговора Но сейчас у нас отдельная презентация будет И мы рассмотрим другие настройки Касаемо архивирования и записи разговора В том числе Коллеги, пожалуйста, вопросы именно по бокапу Денис, я думаю у вас были вопросы Вот интересно, если на все вопросы я ответил Которые у вас были Или же еще что-то осталось Пожалуйста Коллеги, давайте мы сделаем небольшой перерыв на 20 минут И у нас еще будет одна презентация по записям разговоров Пару слов скажем Добавим то, что мы уже сказали И если есть вопросы, будем на них отвечать Перерыв 20 минут